Не только мостом прославился на этой неделе Санкт-Петербург, но и анонимными сторонниками действующей власти, которые запугивают и избивают людей, решивших оставить неприятный для Кремля комментарий в сети. То, что это не случайное разбойное нападение, а система первым заявил депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В Санкт-Петербурге, как минимум, уже не первый месяц происходит нападение на людей. Я не могу сказать, что они политики или активисты, это просто люди, с точки зрения, отличные от официальной. Первым пострадавшим стал Григорий Соломинский. Его автомобиль сожгли еще год назад, поэтому сейчас тревога почти прошла. Те, с кого начинали нападение и поджоги машин, там было как раз не совсем понятно, кого именно начинают преследовать и по какой причине. Было понятно, что по-политически, но именно с какой стороны и за что зацепились, было неясно. Последняя пострадавшая от поджигателей автомобилей Юлия. При встрече Юлия просит не показывать свое лицо. Деваху эту мы знаем, живет она здесь, дали ему адрес. Моя фамилия – это то, чего в соцсетях нигде не фигурирует. То есть, соответственно, люди информацию взяли откуда-то еще, не из соцсетей. И угроза, что ты там давай меняй информацию на странице, либо будет хуже, да. То есть, либо ходить всю жизнь оглядываться, вот так. Просить об убежище Юля пока не планирует. С ней согласен и Григорий, он тоже собирается и дальше жить в России. Хотя и не надеется, что виновных в поджогах скоро найдут. Я не думаю, что это реакция людей. Мое твердое убеждение, что это, несомненно, организовано. Мы провели собственное расследование, чтобы понять, кто может стоять за серией этих нападений. В 2013 году кто-то создает сайт wikibloggers.ru, куда сначала добавляют топ-блогеров, в основном из живого журнала. Тогда же появляется идеология этого сайта. Людей делят на белых, туда добавляют в основном тех, кого автор считает патриотами, и черных. В этот список попадают снова либералы. Создатель сайта объясняет, почему нужно стучать, и тех, кто попали в черный список, он призывает давить, как тараканов, тапком. Через некоторое время по неизвестным причинам этот сайт перестает обновляться, а в 2015 году Роскомнадзор банит его за разглашение персональных данных. В 2015 году в самом конце появляется сайт-приемник, huishu.me, куда копируется все содержимое с старого сайта wikibloggers.ru. Это содержимое не было проиндексировано в поисковиках, то есть почти 100% можно быть уверенным, что это один и тот же человек. Но самое главное, создается новый список черных, куда попадают в основном люди, которые просто живут в Санкт-Петербурге и ведут во ВКонтакте оппозиционную активность, при этом совершенно обыватели. Начинается слежка за этими людьми, им угрожают, а потом начинается еще и нападение.